В декабре минувшего года в нашей стране представителями Министерства информации и ПРОООН был подписан важный документ «Информационная стратегия по полноправному включению людей с инвалидностью в общество». Она включает 11 стандартов законодательного характера, которых необходимо придерживаться тем, кто пишет и говорит о людях, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Хотя каждый из нас знает, как говорить об этой проблеме, но нет общего понимания и общего такого консенсуса, который бы приводил нас всех, когда я говорю нас, это и государственные органы власти, и местные органы власти, это общественные объединения людей с инвалидностью, это международные организации. Не было единого такого понимания, как же об этом писать правильно и каковы критерии, по которым мы оцениваем информационные материалы. Задачей, основной целью этой информационной стратегии является поддержка единого информационного поля, инклюзивного информационного поля по всей стране и разработка тех критериев, то есть тех самых стандартов, о которых мы будем говорить немножко позже, для того, чтобы каждый материал мог оцениваться в соответствии с какой-то шкалой. Именно этот документ, история его разработки, а также основные положения и стали главными темами встречи. Организаторы подчеркивают, данное мероприятие проходит по всей стране, и это только начало работы. Это первая серия мероприятий. Они носят ознакомительный характер. Мы в партнерстве с Министерством информации и местными органами власти проводим их по всей стране. Через несколько месяцев планируем приступить к следующему этапу. К слову, представители программы развития ООН отмечают, в Беларуси в целом информационная работа ведется на высоком уровне. Информационный компонент по всем направлениям развивается хорошо. Однако в любом деле есть моменты, которые могут быть улучшены. «Хотелось бы, чтобы был сделан еще больший акцент на работе с общественным мнением, чтобы в обществе понимали, как нужно жить и работать рядом с людьми с инвалидностью. Также очень важно работать с бизнес-сообществом. Последние должны видеть, где могут помочь и делали это, в том числе и в информационном поле». Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.